Продолжение следует... 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 Далее, информация вся релевантная по курсу, но я буду в часик наш выкладывать, плюс, если хотите там задать какой-нибудь, не знаю, хитрый вопрос, на который у меня там не хватает компетенции ответить, есть флут, беседка машинного обучения в Телеграме, вот, если там кто еще нет, я скину на нее ссылку. Ну, это беседа, ну, всего, по сути, нашего потока, восьми групп. Для Википедии, Вики, я скинул в чат, ой, это я кому-то частное написал, пардон, вот так. Здесь будет, соответственно, появляться тоже вся информация о дедлайнах, о домашних заданиях, которые у вас появляются, информация о коллоквиуме и так далее. Так, формула оценки, опять же, если кто вдруг забыл, ему очень хочется ее узнать, я ее кидаю в чат, выглядит она вот так. Округляться будет только итоговая оценка, промежуточные округляться не будут. Если кому-то неохота посещать лекции или семинары, в том числе, то есть очень похожий прошлогодний курс на Эду.ру от Евгения Соколова. Его можно смотреть, там практически то же самое, просто единственный минус, наверное, в том, что там, если у вас возникают вопросы, вы все-таки их задать можете только в чате Телеграм-канала, а не вживую. Так, да, еще теоретические ДЗ тоже будут вам даваться после части семинаров, но они оцениваться не будут. Теоретические ДЗ мы даем для того, чтобы вы подготовились к проверочным работам, к коллоквиуму или к экзамену, потому что задачи на них будут частично пересекаться. Контрольная работа будет состоять, ну да, это я скинул, два тер-вопроса, две задачи, она будет в конце декабря, в конце ноября, в начале декабря пройдет она письменно, но вот пока неизвестно, как бы письменно-дистанционно или письменно-очно, это зависит от ситуации. Ну и экзамен будет формат, как и контрольная работа, автоматы. Тут очень такая неоднозначная картина. Евгений сказал, что он ничего точно не гарантирует, то есть он не обещает, что если вы там даже будете идеальным студентом, вы получите автомат. Ну вот он озвучил свои такие первоначальные критерии, что скорее всего, если накоп больше или равен 6, то есть хорошая оценка, если контрольная больше или равна 6, то возможно будет автомат по той оценке, которая у вас получается до экзамена по накопу, но возможно он поднимет порог, возможно он опустит порог, он пока еще не определился. Так, теперь давайте перейдем к самому семинару. Значит, мне кажется, оптимальный план будет такой. Значит, сначала я сейчас вам скину ссылочку этого дела, если опять же у кого-то ее нет. Вся информация по семинарам, по лекциям и в принципе их там PDF или IPNB файлики, они будут храниться вот в этом репозитории. Думаю, вы знаете, что такое репозиторий, если нет, то вкратце... Еще, да, очень хорошо было бы скачать анаконду. Это такая среда для дата-сайентистов. Так, я пропал, да? Слышно, нет? Поставьте там плюсик, минус. Все, отлично, тогда продолжаю. Вот. Это среда для дата-сайентистов, которой очень удобно работать, потому что она не одноразово как бы накапливает переменные и потом сразу сбрасывает среду, а она их хранит в себе и можно все время там вызвать, продемонстрировать нужную переменную из тех, которые вы уже определяли. Вот. На случай, если там вам не успели или было неохотно то, что угодно, скачивать тетрадку. Сейчас я расшарю экран. Напишите мне, видно его или нет. Сейчас он мне что-то не дает системными настройками. Так, тогда я сейчас отключусь на 10 секунд и подключусь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот так мой экран видят все, правильно? Ну, тоже там плюсики поставьте, накидайте. Слушай, а можно просьбу для тупых? А ты где? Тебя нет? Блин. Так, спрошу прощения, в зуме я не очень продвинутый. Так, буквально пару плюсиков еще скиньте, если мой экран видно, а то я что-то чат предыдущий не вижу. О, сообразил. Супер, спасибо большое. Так, тогда давайте я пройдусь по всему этому семинару. Слушай, можно просьбу для тупых? Да. Я зашел на GitHub, не могу скачать оттуда тетрадку. Да, да, спасибо большое, что задал вопрос. Это на самом деле не очевидная штука. Я тоже с ней когда-то в свое время боролся. Сейчас я покажу, как это сделать. Если только сначала разберусь, как с зумом. О, смотри, открывайте тетрадку, он там сейчас будет грузиться. Мы выбираем функцию raw. Чистые данные. Он открывает нам весь код странички. Жмем правой клавишей «Сохранить страницу как». Ну, там на Windows, я думаю, очень похожая будет команда. Все, сохраняйте нужную папку, только уберите тексты расширения, во-первых. Во-вторых, формат нужен обязательно программный код страницы. Вот таким образом он сохранит просто нужный файлик. Спасибо. Так, экран мой по-прежнему видно, да? Да, запустили. Все. Значит, текст из ноутбука можете читать. В принципе, его ребята писали, старались. Значит, на этом семинаре мы рассмотрим одну из таких базовых, основных библиотек машинного обучения под названием Pandas. Это библиотека для работы с табличными данными, потому что в машинном обучении мы будем практически на каждом семинаре работать с табличными данными. Просто иногда это не обязательно, их какой-то красивый формат удобно приводить. Иногда это очень облегчает жизнь. Значит, если кто-то, Питон, не помнит или забыл, импортируем мы в библиотеке командой import, соответственно, после этого команда s может нам помочь импортировать библиотеку под каким-то другим названием. Может, я не знаю, там какой-нибудь неадекватный человек, я хочу импортировать Pandas под названием вот таким. Не знаю. Окей, мы его импортируем вот так. После этого, если мы найдем новую ячейку и посмотрим, что это, вот он говорит, это модул Pandas. Но для удобства, для красоты кода и для скорости обычно использовать import Pandas spd. Почему? Потому что команды из Pandas будем вызывать часто. Если каждый раз писать шесть символов, это немножко неудобно. Да, значит, если вы скачали анаконду, у вас вот может не быть всяких вот этих вот штук, как у меня. Я в конце семинара, кому будет интересно, на 3-5 минут задержусь, расскажу, как их поставить, потому что они тоже во многом облегчают жизнь. Конечно. Значит, наши данные сегодняшние – это табличка с анкетами студентов по моей 17-х и 18-х годов. Если я правильно понимаю, здесь присутствует ваша группа. И ответы на то, на какие курсы по выбору они, и в частности, вы хотите попасть. Данные анонимизированы. ФИО восстановить отсюда нельзя. К рейтингам добавили случайный шум, то есть добавили некие, умножили их на какое-нибудь число, что-нибудь прибавили, может, в квадратовый зверя. Неизвестно. Чтобы это невозможно было восстановить. Теперь вполне логичный вопрос. Как можно деанонимизировать данные после манипуляции, которые мы проделали? Если у кого-то есть какие-то идеи, пишите в чат, или можете включать микрофон и прямо сейчас говорить. Идеи нет. Окей, хорошо. Тогда рассмотрим это чуть дальше. Так, теперь, значит, мы должны скачать эти данные. Они лежат на Dropbox. Понятно, можно по старинке скопировать ссылку, скачать оттуда данные, переместить нужную папку. Но это все делать долго. Какой выход? У нас Anaconda подключена к терминалу. Если у вас Mac, к Linux, соответственно, если вы работаете на Linux, если это Windows, то тут все плохо, и он не подключен ни к чему. Но если вы будете работать в Callabi, в частности, это вам все равно пригодится. Поэтому даже если у кого-то Windows, то я настоятельно советую вот это дело посмотреть. Значит, восклицательный знак в начале команды означает, что мы будем исполнять не питоновский скрипт, а мы будем обращаться вот непосредственно к этому самому терминалу. Соответственно, все, что будет вот в этой строчке, только в этой, после восклицательного знака, будет восприниматься как команда вот сюда, в терминал. Команда Viget говорит нам о том, что мы хотим назвать DataCourse. Для этого мы используем опцию O, и после нее пишем имя, которое мы нашему сохранившемуся файлу. В OU точно не помню, но она там что-то типа для устойчивости нужна. Двумя командами выкачиваем данные по третьему курсу, по вам в том числе, и по четвертому курсу. Весит они немного, поэтому если вы там в первый раз исполняете, секунд, наверное, 20 будет исполняться. Теперь о том, как читать таблицы. Pandas в первую очередь хорош тем, что он нам позволяет читать таблицы из форматов, которые мы используем в реальной жизни. Как правило, это форматы Excel или CSV. Если мы хотим прочитать Excel, мы пишем pandas.read.xl. Так, я вот смотрел в чате, большинство из вас писало, что Python вы там базово хотя бы знаете, проходили. Я какие-то совсем базовые моменты объяснять не буду, что точка — это, например, мы используем команду из данной библиотеки. Я буду надеяться, что вы это знаете. Если не знаете, то пропадаю. Спасибо. Сейчас все ок? Спасибо. Сейчас, одну секунду, я вас еще включу, чтобы я мог видеть, кто руку поднимает, в случае, если есть какие-то вопросы. Опа. Да, отлично. Значит, еще разочек тогда. Да, у нас есть библиотека pandas, которую мы загрузили под названием pd. Мы хотим из нее достать функцию read.xl. Для этого мы делаем pandas.read.xl и дальше, соответственно, путь к нашему файлу. Так как мы его скачали под этим именем в нашу папку, то напрямую его загружаем. Соответственно, хочу проговорить, что на самом деле намного чаще встречается формат CSV, потому что он и весит меньше, и он попроще. Поэтому, если бы здесь было расширение CSV, то, как несложно догадаться, мы бы просто написали .read.csv. И все. Эти две команды имеют практически одинаковый функционал, одинаковые аргументы. Функционал — неправильное слово. То есть, там, дополнительные аргументы к этой функции, они везде одинаковые. Теперь, особенно актуально сейчас, там, для большинства из вас, это, наверное, относительно новая библиотека. То есть, вы не особо знаете. Ага, Данил Мячин руку поднял. Да? Там был вопрос про то, как восстановить участников вот этих всех. Ну, вроде бы их, типа, всех геанонимизировали. Про timestamp-то вроде ничего не говорили, что его поменяли. А у нас есть табличка, кто когда, типа, записал ответ. Ага, да. То есть, ты предлагаешь через timestamp восстановить. Ну, там, типа, есть же время записи, типа, в таблицу, когда ты запомнил анкету. Ну, там есть еще и номер группы, и рейтинг. И это уже говорит намного больше. Так, а рейтинг его поменяли, сказали же, что в нем шумы сделали. Да, к рейтингу мы применили какие-то случайные преобразования. Но вот с timestamp — это хорошая идея. Да. Так, окей. Ну, вот это мне понравилось, потому что, да, из ID-шника мы действительно не восстановим человека. Здесь был применен случайный хэш-код, а вот про timestamp идея правильная. Мы сможем посмотреть. Так, давайте тогда продолжим. Соответственно, мы хотим прочитать таблицу. Мы там сейчас и, в принципе, в будущем будем пользоваться анакондой. Один из ее миллиона крутых таких особенностей. Значит, мы читаем для вас и для большинства новая функция, и вы не знаете, на самом деле, как там аргументы передавать, что там нужно, как делать. Вот. Для этого мы нажимаем куда-нибудь в начало или в конец этой функции и жмем сочетание клавиш Shift плюс Tab. По идее, на Windows то же самое. Смотрите, у нас появилось маленькое окошко, его можно увеличить, можно его вывести в отдельную страничку. Вот. На самом деле, я, как правило, просто жму Shift плюс Tab и держу его пару секунд. Когда держите пару секунд, оно у вас расширяется, и вот здесь у нас показан список, перечень всех возможных аргументов. На самом деле, ну, понятно, я тоже с табличными данными работаю каждый день, и очень часто они приходят к какой-нибудь там, не знаю, неправильной кодировке или у них разделитель нестандартный. Вот здесь все это можно прописывать. Если вы не знаете, что означает аргумент коид, ну, например, я не думаю, что все из вас так слету поймут, что значит Skip Default Na. Ну, в принципе, это, наверное, никто не поймет слету. Вот. Pandas библиотека стандартная, поэтому у нее очень хорошая документация. Любой аргумент здесь полностью описан. Вот. Сначала, как правило, пишется его тип, там, Keep Default Na. Это Pull, Boolean тип. Дальше пишется дефолтное значение, а дальше уже пишется, что это за аргумент, для чего он нужен. Вот. Значит, ну, вот, в данном случае нам дополнительных аргументов использовать не пришлось. Мы использовали только стандартный аргумент, ой, обязательно аргумент ИО, ну, имя файла. Вот. Прочитали, соответственно, таблички. Теперь, следующий, опять же, хороший, хорошая особенность Юпитера. Да, может быть, не всем понятно, я иногда говорю анаконду, иногда Юпитер. анаконда это такая среда, которая включает в себя много-много всего, она включает и вот Юпитер, это вот это вот, скажем так, тетрад, в которой мы сейчас работаем, и свой менеджер пакетов, и еще куча всяких других штук. Из них, как правило, используется только Юпитер, и все, но поставить его без анаконды невозможно. Вот. Поэтому, sorry, если я там иногда ввожу в заблуждение тем, что меняю термины, вот, по сути, как правило, это одно и то же используется, как когда говорят, имеют одно и то же. Вот. Следующая крутая особенность в том, что, как я говорил, она там не как по HR, она не так, что она исполнила скрипт и перезагрузилась, она вот там, мы прочитали data3, она сохранила себе переменную data3. Мы хотим посмотреть на эту табличку, вот, но что интересно, если мы ее будем стандартной командой print выводить, то она будет выводиться, ну, как там, стандартный объект, и, ну, наверное, это не очень красиво, да? Ну, как бы понятно, что что-то отсюда понять, прочитать можно, но это не очень удобно. Вот. По умолчанию в Юпитере использует следующую штуку. Последний вывод вашей ячейки будет отображаться при помощи такого уникального виджета под названием display, через минут 10 мы до него дойдем. Соответственно, если мы пишем без print последнюю запись, последнюю строчку в нашей ячейке, у нас, смотрите, вот так вот очень красивом HTML-евской штуке выводится наша табличка. Да, Данил, начин еще раз вопрос, да? Или это старый? А, это старый не положил. По-моему, ты можешь нажать еще раз на поднять руку, да, спасибо. Соответственно, вот так выглядит наша табличка, сейчас я уберу еще отсюда, вот эти, будет попроще. Да, значит, в каком формате они подаются? Любой стандарт табличный формат, у нас есть название колонок, timestamp, ID и так далее. У нас есть индекс строчек, ну, то есть, по сути, номер строчки каждый. Вот. На самом деле, дальше вы узнаете, что использовать какую-то другую переменную в качестве индекса иногда очень сильно упрощает жизнь. Вот. У вас это будет в первой домашке, насколько я помню. Вот. Соответственно, пойдем дальше. Сначала мы хотим посмотреть вообще, какой у нас размер таблицы. Ну, вот если мы просто такой командой выведем всю таблицу, то вот видите, на самом деле, она нам напрямую скажет, сколько у нас строчек, столько у нас столбцов. 223 строки, 12 столбцов. Вот. Но если мы там не выводили это дело, не знаю, резко хотим посмотреть размер нашей таблицы, используем метод shape. Даже скорее, ну, да. Так, с объектно-ориентированным программированием на питоне, я так понимаю, вы не все очень хорошо знакомы. Давайте тогда, чтобы там путаницы каши не возникало. Вот у нас есть некий класс. Все, что у нас через точку обращается, будет... Нет, неправильно говорю. Сейчас. Да. Смотрите, у нас есть класс, в данном случае там data3. Это у нас класса, как вот здесь вот можно видеть, panda scoreframe dataframe. У него будут методы, у него есть аргументы. Я просто, честно, не помню, то же самое это в C или нет. Вот поэтому на всякий случай, думаю, это нужно проговорить. Есть методы, то есть это функции, которые применимы к данному классу. например, не особо напрягайтесь, что это такое, не знаю, там data3, apply, что-нибудь. Это метод, который мы можем применить к данному классу, чтобы получить что-то. А плюс у него есть какие-то свои аргументы, то есть, ну, как сказать, какие-то локальные переменные, которые он в себе уже хранит. В данном случае, в частности, это вот как раз аргумент точка шей. Вот. В питоне это может миллион раз пересекаться, в том плане, что можно вводить аргументы через метод и так далее. Вот, пока этим, думаю, голову не нужно забивать. Вот, соответственно, дальше мы смотрим тип нашей таблички. Что это такое? Data3? Да, это panda scoreframe DataFrame. Еще хочу проговорить такой момент. Вы видите, что у нас вот здесь 12 толпцов. DataFrame, вот этот объект, таблица, она состоит из, ну, то есть, устройство этого класса работает так, что она состоит из 12 отдельных объектов под названием Pandas Series. Series, ну, с английского ряд. Вот. Это очень легко проверить, если мы просто обратимся к какому-нибудь пример. Ой, это я. Здесь имеют практически все те же самые методы, что и DataFrame. Ага, пропадаю я. Так, подожду. Так, вроде все норм. Вот, имеют практически те же методы, DataFrame, но, понятно, какие-то отличаются, потому что в одном это вся таблица, в другом это отдельный столбец. Теперь вот нам показывают, как мы можем создать DataFrame вручную. Например, там способов на самом деле миллионы больше. Один из самых стандартных это сделать через словарь. Что такое словарь? Все знают, все помнят, да? Если кто-то не знает, вот, то пишите в чат, пожалуйста, чтобы я там чуть-чуть на этом заострил внимание. Вот, соответственно, у нас есть ключ, у нас есть значение. Мы определяем словарь, в питоне это делать через фигурные скобки, у нас там есть ключ ААА, БББ, ЦЦЦ. Соответственно, каждому из них у него есть четыре значения, это четыре строчки. Определяя таким способом, выводим DataFrame вот этой команды и видим, как у нас это дело выглядит. Дальше вот эта табличка, которую мы загрузили, 223 строки, ну, вот могу по опыту сказать, что это очень редкий случай. Как правило, таблицы состоят из десятков, сотен тысяч строк, а, как правило, еще и миллионов. Вот, если мы будем выводить вот так вот это дело, особенно если у нас будет много столбцов, у нас будет тормозить Юпитер, если у вас там не очень мощный компьютер, у нас будет тормозить система, это не круто. Поэтому, как правило, мы там, ну, чтобы какое-то у нас понимание было о таблице, вообще, с чем мы работаем, мы используем, смотрим на первые N строчек. В Pandas есть такая замечательная команда, ну, в данном случае это будет метод нашей DataFrame под названием head. По умолчанию он выведет пять первых строчек. Пишем data3head, он выводит первые пять строчек. Если мы не хотим даже пять строчек, не знаю, там они какие-нибудь огромные, неприятные, не хотим видеть все эти пять, хотим какое-то определенное число, сюда вписываем явно в виде числа. Но, опять же, посмотреть, какой аргумент принимает этот метод, мы можем, нажав Shift плюс tab. Нам вылезает, вот он пишет n, это int равно 5, возвращаем первые n строчек. Отлично. На всякий случай проговорю, если мы хотим вывести то же самое только для последних строчек, то мы будем использовать не head, а, логично, tail. Давайте это проверим быстренько. Отлично, нам выводится пять последних строк. Кроме того, иногда мы хотим посмотреть не на первые пять, потому что они могут быть очень похожи или повторяющиеся, а мы хотим посмотреть на рандомные n строчки. Для этого мы используем метод sample. В данном случае мы случайные три строчки выведем. Вот мы видим, что индексы перемешаны 108, 55 и 15. Еще один важный момент, я забыл сказать на самом деле с самого начала. Вот этот семинар, он будет полностью посвящен Pandas и визуализации этого дела через библиотеки Matplot.it и Seaborn. Поэтому вот, не знаю, просьба, что ли, ну или даже скорее такое наставление, совет, что практически любая строчка, которую мы здесь будем просматривать, вы ее потом, если вы будете заниматься машинным обучением, будете сотни и больше раз использовать. Вот, абсолютно все строки отсюда, они про какие-то важные штуки, поэтому вот здесь вот те, кто хочет как-то, не знаю, чего-то большого от этого курса получить, вот, я очень советую это дело внимательно смотреть. Вот, ну и, соответственно, опять же, будет хорошо, если вы не работаете с радкой сейчас, то после семинара, там, завтра, послезавтра, через три дня проделать, просмотреть это все самому, нужно просто, чтобы вас это в голове отложилось. Вот, теперь, о чем я говорил, такой виджет-дисплей, значит, Юпитер, если мы, как бы сказать, допустим, мы хотим вывести в одной ячейке, допустим, два разных датафрейма, ну или там, не знаю, два разных столбца, сначала я хочу посмотреть на там датафрейм 3, потом я хочу посмотреть на датафрейм 4, который мы загружали. Здесь можно обнаружить интересную штуку, что он нам вывел только одну из них. Это вот происходит из-за того, что я говорил, что Юпитер по умолчанию только последнюю строчку выводит. Вот, то есть вот эту он не вывел. Это можно настраивать, если кому-то интересно, запишите себе в список вопросов, я после пары скину код, как можно сделать так, чтобы он выводил все из них прямо напрямую в Юпитере. Но на самом деле просто легче понять, как Юпитер выводит эти строчки, он выводит, ой, строчки, как он красиво выводит вот эти датафреймы. Мы с вами смотрели, что через принт они нечитабельно довольно выводятся. Он использует функцию display из такой встроенной в Юпитер библиотеки ipython.display. Загрузив его, мы можем посмотреть на 2, можем на 10 датафреймов сразу посмотреть. Ну вот здесь написали через запятую, мы можем это в явном виде убедиться на примере, который сейчас рассмотрели. То есть мы хотим сначала третью, потом четвертую датафрейм. Оп, он нам выводит две из них. Мы пишем команду display, он напечатал сначала одну, потом вторую. Ну не напечатал, вывел. Соответственно, давайте запустим пример, который коллеги предоставляли, что мы там хотим сначала 3 случайных, потом еще 3 случайных посмотреть. Ну вот он вывел сначала 3 каких-то рандомных, потом вывел следующие какие-то 3 рандомных. Так, ну да, если вы хотите отобразить все строки таблицы или все столбцы таблицы, вы можете указать это в явном виде в опциях, то есть pd.options.display.maxrows. Если мы хотим все колонки, то будет maxcolons. Ну вот сейчас у нас колонок немного, их 12, поэтому он их по умолчанию все выводит, но если их там было бы 50, то вы хотите опять же все отобразить. Вот здесь нужно написать maxcolons все равно 999. Так, я всю команду запускать не буду, давайте я укажу вот здесь значение 30, потому что иначе у меня компьютер просто ляжет выводить 230 это. Ну вот можно проверить, что он нам нельзя проверить. пардон, давайте тогда странно, эту команду никто не отдебажил. Делаем вот так. display maxrows запятая 30. Пардон. Ладно, окей, это с меня, после семинара я вам вот эту команду отдебажу и пришлю, что-то не очень у меня работает, возможно, потому что у меня мак. Так, окей, не самый ключевой момент, идем дальше, у нас, как здесь пишут, у нас двумерная таблица, у нее очень-очень много нужных нам методов и функций. Соответственно, по методам, но коллеги это назвали методами, на самом деле все-таки мне кажется правильно это называть атрибутом, то есть это не функция, которая что-то преобразовывает с нашим классом, а это непосредственная информация, которую он хранит, то есть атрибут, не знаю, как по-другому назвать. Например, это название столбцов. data3.colons. Вот мы видим название всех столбцов. Если хотите быть крутыми и там, не знаю, как-нибудь выделяться, можно еще использовать такой, вот это уже будет именно метод под названием keys. Он совпадает с аналогичным методом, как у словаря. Соответственно, видите, мы все то же самое выводим. Если я не ошибаюсь, по умолчанию keys как раз обращается к атрибуту colons, но неважно, это просто так видел, что кто-то использует. Еще один важный атрибут таблички это смотреть на типы столбцов. Сейчас нам это важно потому, что мы хотим понять, где у нас daytime, где у нас численные объекты, где у нас int, где float, где просто объект. Но на самом деле, когда вы работаете с большими таблицами, это очень часто является просто критическим для вашей памяти. Буквально на минуту пример расскажу. Месяца четыре назад на кегле было соревнование по временным рядам, и если ты не преобразовывал все столбцы таблицы в самый минимальный по объему памяти тип, то ноутбук не выдерживал, потому что объем занимаемой памяти был больше 16 гигабайт, и он всегда выключался. Это было просто необходимо просмотреть все столбцы и установить им правильный тип. Это такой маленький пример. Теперь самый, наверное, популярный метод DataFrame это срез. Мы хотим посмотреть срез либо по так. Мы хотим у нас есть четыре способа сделать срез. Еще раз напомню, как выглядит наша табличка. Выглядит она вот так. Что мы можем сделать? Мы можем выбрать столбец или несколько столбцов. Мы можем выбрать строчку и несколько строчек. Понятно, что мы можем сделать срез первой и второй строчкой и третий и четвертый столбец. Не суть. Главная идея в том, что сделать мы это можем двумя способами. Первый через метод log. Log будет обращаться, если мы работаем со строчками, то он будет обращаться к индексу. В данном случае индекс совпадает с номером. Видите, это нулевой, первый, второй и так далее. Что касается столбцов, log будет работать с названиями столбцов. Соответственно, он будет timestamp, id, рейтинг. Сейчас мы это быстренько проверим. Берем срез log, второй элемент. Второй, соответственно, это будет не по порядку, а по индексу. В нашем случае они просто совпадают. Выводим нужную штучку. Еще один момент, по-моему, я его упустил. Я вам сказал, что все столбцы хранятся в формате series. Но, что более интересно, все строки тоже хранятся в формате series. То есть, одна строчка это тоже один отдельный series объект. Вот здесь мы берем вторую строчку и опять же получаем объект типа panda score series series, что интересно. Теперь мы хотим взять не один объект, а сделать срез со второго по четвертый. Делаем это так, он берется. Важный момент, который часто приводит к таким неизвестным ошибкам. Когда мы делаем срез блоком, то есть, мы берем его по индексу, то последнее число тоже возьмется. То есть, если мы говорим со второго по четвертый, он выйдет включительно, со второго понятно, по четвертый тоже. Если мы это будем делать другими командами, сейчас их покажу, последний элемент включаться не будет. В данном случае мы выводим три штуки, видим трех человек, 185-я вторая, третья группа. Теперь второй метод аналог ему, это метод iLog. iLog не воспринимает ни индекс, ни название столбцов, но так, это случайно у кого-то звук или нет? Или это вопрос? Случайно. Отлично. Значит, метод iLog, он работает именно с номером, порядковым номером, либо строчки, либо столбца и так далее. Сейчас мы на него посмотрим, потому что он на самом деле используется гораздо чаще. Сначала возьмем пять случайных объектов из нашей DataFrame. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы у нас индекс перемешался, чтобы там тоже путаницы не было, когда iLog со строчками, мы берем subset, пять случайных наблюдений, да, и у нас, вот вы видите, первый это с индексом 120, 165 и так далее. Соответственно, порядковый номер и индекс будут уже разными. Теперь смотрим, мы берем второй элемент по порядку, то есть вот эту строчку, мы используем метод .ilog. Отлично, у нас свой айтсон, мы можем проверить, вот он 7f8fe, ну да, вот он и есть, 539 и так далее. А теперь попробуем вызвать log. И вызывая log, мы получаем вполне заслуженно ошибку. Он нам говорит keyerror2, keyerror это, наверное, самый распространенный вариант ошибки при использовании Pandas, он говорит, у меня нет такого ключа. в данном случае он действительно subset не имеет наблюдения с индексом 2, то есть 120, 165, 222, 63, второго здесь нет, поэтому вполне логично, что он нам выдал ошибку. Вот, теперь опять же про срезы, можно точно так же сделать сайлог, но вот да, здесь уже последний элемент включаться не будет, мы пишем со второго по четвертый, он нам не выводит последний из них. Дальше срезы мы можем брать не только по строкам, но и по столбцам, плюс мы это можем делать все в одном месте. Так, вот здесь будет чуть-чуть поопрятней, хотя и не критично, но вот мы видим, у нас вывелись со второго по четвертой не включительно строчки, со второго по шестой опять же также можно делать срезы и при помощи команды log, но опять же, поскольку log работает со столбцами только с их названиями, то мы должны тоже самую аналогичную операцию проводить вот с столбцами. Вот, опять же, включительно будет и индекс, ну, то есть и строчки, и столбцы будут включить найти эти, да, я не проговорил штучку, она довольно важная, когда мы делаем срез, хотя мы построкуем по столбцам, мы пишем сначала, что мы хотим по строкам, запятая, что мы хотим по столбцам. Вот, опять же, можем проверить, если мы то же самое сделаем для log, а только мы вместо названий подадим вот как здесь индексы наших столбцов. Делаем это вот так, и опять же, получаем вполне осужденную ошибку. Ну, здесь он уже выводит type error. Вот, но, как бы, причина та же самая. Вот, если мы хотим взять series, то есть, мы хотим взять какой-то один столбец, мы обращаемся через квадратные скобки. Квадратные скобки, кавычки, открываются, пишем название, ну, и там, допустим, не знаю, хотим первые три посмотреть. Итого, мы берем столбец rating, смотрим три первых значения. Вот, они нам на блюдечке даны. Еще один способ делать срезы по столбцам, это, но это не совсем срезы, это мы хотим выбрать их, опять же, через команду log, то есть, мы хотим, видите, в следующие ячейки, мы хотим выбрать рейтинг, осенний курс по выбору, приоритет один, два столбца. Мы можем это сделать через команду log, тогда выглядеть это будет следующим образом, мы хотим взять все строки, все строки, для этого мы ставим двоеточие, запятая, что мы хотим по столбцам, мы передаем список, список, это, соответственно, рейтинг, курс по выбору, приоритет. Отлично, он нам его выводит, но можно это сделать проще, чтобы где могут быть какие-то ошибки, просто открываем квадратные скобки и передаем туда отлично. Теперь очень часто вам нужно выбрать какие-то значения из таблицы по условию. Например, здесь я чуть изменил, мы хотим выбрать столько студентов вашей группы. Наверное, кто-то здесь себя сейчас найдет. Что мы делаем для этого? Мы говорим, мы хотим взять такие строчки таблицы дата 3, для этого мы открываем квадратные скобки, для которых я думаю, это не очень понятно. Давайте я покажу, как это выглядит, если это на мелкие элементы расщепить. Пункт первый, что мы делаем? Мы взяли столбец группа в формате 182. Смотрим. Отлично. Вот он нам выводит все значения из этого столбца. Теперь мы говорим, а теперь покажи нам, является ли это значение 187, да или нет. Пишем два раза равно 187. Он поэлементно сравнит каждый из этих штук со значением 187. Видим, что в основном здесь false, но там где-то в серединке у нас лежат true. соответственно вот здесь сюда мы передаем вот эту так, пальцами я показать не могу, вот это вот условие, то есть вот эту штуку мы передаем в качестве ну да, аргумента, наверное, внутрь data3 кавычки открывать. Соответственно, что будет, он для каждой строки из data3 посмотрит здесь значение false или true. Если false, он не выведет эту строчку. Если true, он ее выведет. Ну, соответственно, понятно. выведет, я имею в виду в плане того, что там, если хотим переменную записать, запишет или нет. Вот. Делаем это и берем три случайных наблюдения. Вот. Вот этот, по-моему, пример не самый часто встречаемый. Может быть, кто-то сейчас себя найдет здесь. Так. Опять же, те, кому будет, те, кто там имеет грандиозные цели на курс, в конце семинара напомните, пожалуйста, я пришлю вам пример, как можно сделать по-другому и чуть более красиво. То есть, вот это, это абсолютно стандартная форма. Ей пользуются, не знаю, процентов 80 людей, но это можно делать чуть-чуть более опрятно, о чем, ну, знает мало кто. Вот. Про это дело я могу отдельно прислать материалы. Да, DataFrame и Series это все объекты. Не очень хорошо, что вводим Pandas до NumPy, но окей. Есть такая библиотека NumPy, с ней будете там на следующем или через один семинар работать. Это самая часто встречаемая, часто используемая библиотека в Python, в Data Science и так далее. Вот. Она нужна для хранения и проведения операций с матрицами. Соответственно, вот все, что здесь есть, вот эта таблица Data3, это все матрица. Просто она не обязательно имеет численные типы, как мы с вами видели, через атрибут Dtypes, но если это численный тип, с ней можно проводить все стандартные операции. Это возведение в степень, прибавление и так далее. Вот, смотрите, сейчас мы возьмем столбец Rating, возведем его в квадрат и прибавим значение группы в формате 172. Ну, это получится какой-то бред, но нам просто интересно посмотреть, что получится. Вот. И мы такие хоп вводим, а он нам такой хоп ошибка. И говорит, значит, не понимаю, как у нас может операция возведения в степень работать для типа строка и типа in. И вот здесь, опять же, одна очень распространенная для русскоязычных таблиц у нас, если помните, по умолчанию в Excel, в разделе, как она на маке называется, не помню, numbers, вот, разделитель это запятая. Соответственно, это не стандартный разделитель для европейского сообщества, и поэтому если пандас видит таблицу с запятыми, столбец с запятыми, он по умолчанию распознает его как строчку, а не как столбец, потому что он для него неизвестный, вот этот разделитель. Что нужно делать? Нужно взять и применить к нашему столбцу рейтинг, к вот этому, функцию, которая бы очистила вот этот ненужный хвостик. Для этого мы берем, пишем вот такую команду. Мы пишем data3 rating, берем столбец, дальше мы применяем к этому столбцу функцию. Функция мы будем, типа, она коротенькая, поэтому мы при помощи лямбда-функции это делаем. Вот этот вот невероятно сложный код. Что он делает? Он берет строку от x на всякий случай, если это не строка, заменяет запятые на точки, чтобы стандартный был разделитель, и берет float, ну то есть понятно, вещественное число от этого дела. Применяем и вуаля, мы видим, что у нас он пишет detype float64. Все, отлично, это у нас в андосе хранится как float, мы можем с ним там операции проводить, ну вот, например, возведение в квадрат, отлично, он возвелся, все супер. Но если мы вот сделаем, как предложили коллеги, и сразу же возведем, он нам выдаст все то же самое ошибку. Причина в том, что вот этой строкой мы применили функцию к нашему столбцу, и мы не изменили наш столбец, а мы получили новый столбец, к которому была применена эта функция. для этого как раз в этой связи он не сохранился в этот столбец, а столбец остался, то есть вот это новый столбец какой-то был, а вот здесь, когда мы все-таки пытаемся наш strange feature создать, он создал, ну, взял предыдущий столбец запятыми, и он все то же самое выдал. Для этого мы берем и говорим, окей, тогда замени исходный столбец рейтинг на вот этот вот новый получается столбец. Мы применяем к нему функцию, отлично, все получается, ура. Дальше задание, в задании будем работать с процентилями студентов. Почему? Потому что у нас, ну, там, дальше увидим, рейтинг будет не совсем репрезентативен. Чтобы это сделать, мы берем метод rank от данной таблицы, давайте я на всякий случай покажу, что он означает. метод rank, опять же, он применяется к столбцу, то есть к типу Panda Series, где у нас есть численное значение. Он их, ну, вот у нас есть столбец, он их просто даст им порядковый номер каждому из них. Ой. Вот этот, здесь где-то третий, этот наоборот, вверху, ну, понятно, он их по сортирует, да, по возрастанию, вот, если это не совсем очевидно. Соответственно, он их сортирует по возрастанию, дает им номер, и мы делим на длину таблицы. Либо это можно получить через data3.shape и дальше нулевой аргумент нашего картежа, который выводится, ну, помните, писали shape, у нас выводился картеж из двух чисел. Извини, а можешь еще один раз показать? Рэнк? Да, да, потому что там вроде дробные просто были значения, или я что-то не так понял. Да, вот там... Да, ты все правильно понял. Сейчас одну секунду. так это неудобно делать. Давайте по-человечески выведу. Сейчас, если я правильно помню, дробные значения возникают из-за того, что у нас одинаковое значение на... Ну, то есть у нас 71 и 72, грубо говоря, имеют одинаковое значение, поскольку, как бы, ну, нельзя их тогда в таком порядке ассортировать, а обоим присваивается значение 71 и 5. На самом деле, это, опять же, очень легко проверить. Мы создадим быстренько столбец, в котором мы напишем там 1, 2, 3, 4, и давайте еще раз двойку. Вот у нас столбец. 1, 2, 3, 4, 2. А потом мы такие хопы применим к нему мета-сорты. Посмотрим... Ой, пардон, рэнк, и посмотрим, что получится. Ну, вот. Видишь, гипотеза подтвердила, что у нас 1, дальше здесь была двойка и здесь была двойка, но он не знает, ну, понятно, что из них нет большего, поэтому он обоим присваивает 2,5. Отлично. Да, длину можно получить в таблице либо через нулевой от шейпа, либо, ну, на самом деле, можно в тупую взять просто метод лен от дата 3. На самом деле, вот здесь мы можем увидеть, что это одно и то же. Ну, вот. Да, дальше добавляется наш странный признак в таблицу. Как добавлять новый столбец? Мы хотим добавить новый столбец с названием U, или там, не знаю, давайте с названием Strange Feature, как мы его и назвали. для этого мы по аналогии со словарем, если у нас нет значения в словаре в питоне, ну, в C то же самое, мы его хотим добавить, мы пишем там квадратные скобки, название элемента, равно там вот тому-то. Соответственно, вот это дело написали, да, я эту ячейку запустил, вводим дата 3, вуаля, у нас есть наш признак new. там, если его назвать Strange Feature, соответственно, у нас такая колонка тоже появится, вот у нас new, Strange Feature, ну, одно и то же запустил просто два раза, вот, но на самом деле понятно, что эти оба признаки нам вообще не нужны, для этого мы хотим их удалить, здесь используется метод drop от DataFrame, мы говорим DataFrame, хочу удалить, а теперь посмотрим аргументы, аргументы следующие, labels, ось и так далее, значит, пункт, ой, способ 1, так просто, ну, проще для восприятия, мы хотим удалить столбцы new и Strange Feature, для этого мы пишем колонки равны, дальше мы список даем, и они у нас удалены, опять же, вот этот метод по аналогии с Apply, он вернет новую таблицу, он не изменит старую, он вернет новую, поэтому здесь у нас операция присваивания, просто показать, что получится, вот, отлично у нас очистились эти столбцы, если, не знаю, не хотите писать columns, хотите как-нибудь там, не знаю, по-особенному написать, можно сделать следующее, можно передать вот этот аргумент в качестве labels, видите, первые аргументы, просто сказать, что эти ярлычки, это не строки, а это столбцы, и в качестве аргумента axis, то есть ось, передать значение 1, вуаля, у нас удалится все то же самое. Вот, еще один такая стандартный, не знаю, выбор для data scientist, что можно делать вот здесь, вот так, как сделали коллеги, то есть мы говорим, что data 3 будет равна вот этой новой получившейся таблице, то есть, по сути, мы перезаписываем таблицу data 3, а если мы не хотим лишний раз операцию присваивания делать, это логично, когда у нас название не data 3, а какой-нибудь там, не знаю, из 20 символов, вот, тогда мы можем делать следующим образом, мы пишем вот эту команду, дальше мы говорим inplace равно true, этот аргумент, он практически у всех методов есть, не абсолютно у всех, apply, например, им не располагает, но у большинства он есть, таким образом мы говорим перезапиши, запускаем, соответственно, вот эту строчку нам уже запускать не нужно и просто посмотрим, что у нас получится, ну да, отлично у нас удалились ненужные столбцы, теперь на английском это называется красивый exploratory data analysis, она присутствует в каждой задаче, на русском это звучит плохо, так, вопросик, ну и столбец всегда в конец вставляется, можно ли другое место как-то вставить, новый столбец всегда вставляется в конец, это правда, чтобы вставить другое место, так, вставить другое место можно через assign, но это не очень удобно, потому что это тяжело для восприятия, смотрите, как делают обычно, давайте я еще раз вставлю этот тупой столбец, покажу, что получится, мы вставили его еще разочек, опять же, ой, пардон, да, и вывести табличку, вставили, получили, блин, сори, видно плоховато, но вот он, короче, strange feature, да, если ты его хочешь вставить в какое-то другое место, допустим, вот сюда, вот, я могу сказать, я могу сказать, так, если, не, не слышно, сейчас я раздам тогда интернет, о, развис, хорошо, тогда, да, мы вставили этот столбец, ну, вот, я написал очень костыльный способ, как поменять столбцы местами, сейчас, чтобы не грузить лишней информации, вот, опять же, после, в конце семинара, скину отдельно для тех, кому интересно, как это можно менять чуть более аккуратно, вот, там просто новый метод будет использоваться, ну, вот, как я говорю, вот мы вставили этот кривой столбец, вот он, strange feature, потом мы просто говорим, вот в таком порядке столбцы переделать, ой, пардон, опять я ошибся, ну, выведем полученную таблицу, увидим, что действительно он у нас будет вот здесь стоять, вот, мы их по сути, ну, отшафлили, давайте я еще разочек удалю его, потому что все-таки он нам не нужен, опа, пардон, 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 готов, так, разведочный анализ, довольно криво звучит, сейчас пойдем на наши типы, смотрим, где у нас какие типы, да, значит, здесь посмотрели, вроде все ок, на первый взгляд, а теперь хотим посмотреть то же самое для четвертого курса, помните, мы загрузили data3, data4, видим, head data4, и вот посмотрим, что рейтинг, он немножко, ну, отличается, да, здесь вот у нас соизмеримый с 1000, значение здесь 600, вот, для того, чтобы вывести описательную статистику, используем метод describe, метод describe применим как к отдельной pandas series, то есть к столбцу, если хотим на него посмотреть, так и к data frame, если их много будет, да, это вопрос про столбцы, ну, смотри, я могу показать, давай я в конце семинара скину код, там просто используется отдельная функция pdconcat, мне не очень хочется ей сейчас сгрузить, потому что здесь на самом деле очень много новых вещей, вот, отдельно, если будет интересно, я это покажу, вот, выводим метод describe для описательной статистики рейтинга, data3 все ок, из data4 не все ок, он выводит, видишь, не там стандартные какие-то перцентили и так далее, он выводит count unique top, это признак того, что этот столбец имеет тип строки, ну, мы помним, там вот запятая использовалась, и переводим его к числу, вау, получаем все отлично, а конкат коллеги и так использовали, ну, отлично, значит, теперь, когда мы привели к тому же типу data4, мы хотим, мы хотим это дело объединить, так, сейчас я, поскольку я модифицировал нашу табличку data3, давайте я ее модифицирую обратно, для этого мы сделаем вот так, чтобы у нас порядок столбцов сохранился, да, так действительно не очень удобно, по-моему, вот так, да, все, про это дело, если вдруг забуду, напишите, пожалуйста, вводим тот же самый столбец data4, чтобы у нас совпадали столбцы, и их объединяем, таблички в одну, вот здесь таблицу, ву-ля, у нас получилось, да, что еще интересно, опять же, вместо pdconcat, мы можем использовать метод append, одной из data frame, ну, что сделал pdconcat, он просто взял и, по сути, таким вот стеком, к первой прибавил вторую, а, можно то же самое сделать, чуть попроще, data3.append, data4, у нас получится все то же самое, вот, так, мы вводим форму новой таблицы, выглядит она теперь так, теперь мы хотим переименовать название столбцов, timestamp, мы хотим, ну, во-первых, все хотим с маленькой буквы, вот эти вот странные названия, чуть по-человечнее сделать, как это делать, мы используем метод rename нашей таблицы и в качестве аргумента передаем аргумент columns, аргумент columns будет принимать словарь, где ключ, это ставить значение, значение, если мы какие-то не хотим изменять, мы их не передаем, соответственно, опять же, мы хотим это сделать вместо, то есть, изменить нашу таблицу, для этого передаем аргумент inplace равно true. Переименовываем, отлично, теперь вот этот вот страшный столбец выглядит по-человечески, full подчеркивание 1, еще один способ, как мы можем обратиться к столбцам, это через точку, то есть, если вы помните, мы их вывозили вот так до этого, получали data, full 1, то мы можем обратиться через точку, но здесь важный момент, иногда так кажется проще, но когда мы обращаемся через точку, мы не сможем, если мы попробуем перезаписать, у нас это не сохранится, то есть, к чему я, мы не сможем, например, вот таким образом записать новый столбец и так далее, вот этот тип, он часто может приводить к ошибкам, поэтому я его искренне очень не советую использовать, лучше всегда по стандартному, через квадратные скобки. Дальше просто, ну, одна из таких необходимых вещей практически любой таблицы, это пропущенные значения, мы хотим посмотреть, сколько у нас пропущенных значений в каждом из столбцов, для этого мы применяем метод изна, он опять же применим и к таблице, и к series отдельному, что он сделает, он просто для каждого элемента напишет, он none или нет, вот, например, видите, вот здесь вот все none элементы, поэтому он пишет true, вот в этот элемент пропущенный, он опять же пишет true. Когда мы делаем sum, по умолчанию он нам суммирует по каждому столбцу, если хотим по каждой строке, просто передаем аргумент axis, таким образом, вот если мы сделаем так, пардон, то у нас будет по каждой строке сумма, но мы хотим по каждому столбцу понять, сколько у него пропущенных значений, поэтому точка sum, вот нам все это дело выводится. Да, я пишу, что содержательных каких-то пропусков нет, есть проблемы с колонками, которые специфичны для вашего курса, для курса старше, для вот этого смешанного, ну, короче, там, где таблица 1 располагала значениями, а таблица 2 не располагала, и наоборот, по умолчанию они для другой таблицы проинициализируются пустыми значениями. Вот. Теперь, что хочется сделать, мы хотим заполнить эти пропущенные значения, вот, обычно используется метод fill-na, вы с ними там сами познакомитесь, либо, если мы хотим выкинуть, у нас будет drop-na. Вот. Теперь, вот здесь вот хочется рассмотреть такой метод groupby, он иногда является просто необходимым, без него никак. Что мы хотим сделать? Мы хотим взять по каждому из уникальных значений столбца fill-1, давайте я его выведу для простоты. Вот он принимает такие значения, мы хотим сгруппировать по нему, то есть сформировать группку по каждому из уникальных вот этих значений и посчитать, сколько у нас их уникальных. Вот. Для этого мы пишем groupby fill-1 и метод count. и вот он нам пишет, вот наша группа и сколько значений не пропущенных, то есть не-нан значений по каждому из столбцов. Ну вот мы видим. Если мы хотим взять только два уникальных столбца id из me, вводим следующим образом. Вот это нам не нужно. Если мы хотим не посчитать, а взять среднее значение по каждому столбцу, точка min, но опять же нужно понимать, что он это сделает только для столбцов, которые имеют тип plot или int. Для строчек операция у средней не определена и он это ничего не сделает. Аналогично, если мы хотим просуммировать, пишем точка sum, он нам передает там аргумент, что мы хотим суммировать для каждой строки, а не для столбца. Ну понятно, потому что мы по нему группируем. Получаем вот такое распределение. Опять же, да, как я говорил, describe он применяется x-series и к dataframe. Вот применяем его к dataframe, смотрим. Но он выведет описательные статистики, если это dataframe, то по умолчанию он выведет описательные статистики только для численных столбцов, которые имеют тип int или float. Вот это на подумать. Вот я что-то немножко задержался в начале, поэтому на этом остановляться не буду сейчас. Теперь мы хотим очень важный метод рассмотреть. Они, в принципе, все важные. Что мы хотим сделать? Мы хотим подгрузить табличку студентов специализации МОП и понять, были ли среди них такие уникумы, которые решили выбрать курс машинного обучения 2, который на самом деле им выбирать запрещено. Опять же, we get, загружаем нашу штуку, читаем Excel. Важный метод это метод merge. SQL вы, по-моему, SQL не проходили, по-моему, он у вас будет как раз на третьем курсе. Значит, в чем идея? Давайте расскажу на пальцах. У нас есть записи в таблице, например, вот здесь, это у нас имена людей. У нас есть ID департамента, в котором они работают. Кроме этого, у нас есть вторая таблица, которая говорит, какой ID департамент соответствует такому названию. И мы хотим каждому человеку подтянуть по его ID департаменту реальное название. Ну вот, видим, что этот сметчится с этим, 33 с этим, и вот здесь тоже значение 33, оно тоже сметчится с этим. 34, получается, будут clerical, 35 в этой таблице отсутствует. Мы используем метод merge. Если интересно, досуги, почитайте про вот этот самый аргумент how, он как раз показывает, как мы будем делать merge. Да, это как join, ну, в сиквеле, да, это как раз join. В pandas тоже есть метод join, но он более громоздкий, неприятный, сложный и так далее. Вот, практически всегда на моей памяти используется метод merge. Значит, если мы хотим взять только те значения, которые и там, и там присутствуют, мы возьмем вот только вот эти вот три отсюда, пять отсюда, мы напишем inner. В данном случае мы хотим взять left, то есть мы хотим взять все абсолютно строки для из первой таблицы, даже тех, которых нет вот в этой таблице. Мы используем left. Про остальные, опять же, советую подсчитать. Соответственно, это нам вернет, опять же, новую таблицу. Мы хотим приравнять аргумент, ой, переменную data к вот этой самой новой таблице. Отлично. А теперь мы будем опять же делать slicing по условию. Вот здесь вот это так очень сложно, на мой взгляд, написали. Ребята, идея в чем? Мы хотим взять тех, которые ml-student, то есть которые как раз в курсе mob. Для этого мы берем в скобки это дело, поскольку у нас будут и другие условия. Misham равно true. и когда мы делаем slicing для пандоса, мы используем не стандартные or-end операторы, а мы используем вот эти вот ampersand и вот этот значок, не помню, как называется, означает он то же самое, что or, побитовое или. Соответственно, это в скобки и вот это в скобки, потому что здесь мы хотим взять тех, которые либо Spring 1 взяли машина обучения 2 или машина обучения или Spring 2 машина обучения 2 или Spring 3. Выводим это дело, получаем вот такую табличку. Вот у нас довольно много таких индивидуумов набралось. А теперь мы хотим понять, если вот может быть в этой нет, все, эту таблицу оставили, теперь мы возвращаемся к исходной, говорим, хотим понять, может у нас действительно есть такая штука, что студенты какой-то группы все умнее, ну по большей части умнее, чем студент другой. То есть мы хотим посмотреть корреляцию рейтинга студентов и номером группы. Для этого мы берем три столбца рейтинга 18 групп, 17 групп из таблицы data и применяем метод core. По умолчанию он у нас выведет корреляцию между всеми столбцами, корреляцию пирсона. Вывели, смотрим, ну логично, что там, где корреляция с самим собой будет единица, есть корреляция нам. почему? Может кто-нибудь? Есть идеи? Окей, значит, суть в том, что у нас есть пропущенные значения и в этом, и в этом столбце, но, как мы помним, когда мы объединяли таблицу, то у нас вот в этот столбец заполнились только те значения, которые присутствовали в таблице дата 4, вот здесь, которые присутствовали дата 3. Поэтому, если мы посмотрим, то у нас везде, где есть значение для столбца 17 групп, пропущено значение для 18 групп и наоборот. Выглядит это вот так, если мы по чуть-чуть рядов будем вводить, ну вот, видите. А чтобы проверить это в явную, мы просто посмотрим, сколько у нас пропущенных значений в этой, сколько у нас пропущено значений в этой, и сложим. эти самые значения. И увидим, что действительно, ну вот, у нас длина столбца 361, здесь будет 361. Понятно, что это не четкая проверка, типа, может, у нас там где-то в двух местах NUN стоит, а где-то нет. Но на самом деле, если посмотреть, именно так и есть. Теперь я вот чуть-чуть задержался, тогда побыстрее по графикам пробежимся. Обычно все это дело визуализируют при помощи графиков, потому что, понятно, это намного более наглядно, чем такая таблица. Стандартные библиотеки для визуализации в питоне это Matplotlib. Она используется везде. Seaborn, она основана на Matplotlib, но она там используется для всяких красивых графиков, типа вот этого. Плюс есть библиотека Plotlib, по-моему, вы с ней в первом или втором DZ познакомитесь. Сейчас будем использовать Matplotlib.com. Вот здесь команды, мы создаем фигуру, график с размером 8.8. Дальше мы HitMap, это как раз корреляционная вот эта штука. Ну и, соответственно, дальше мы график отображаем методом Show. Вуаля, оно у нас получилось. Ну вот да, ребята пишут, то графики должны быть понятными и информативными, потому что, ну, очень часто графики рисуют какие-то кривые, тогда непонятно, в чем их смысл. Ну, например, вот здесь. Ну, ось X не очень интерпретируема. Если мы хотим построить гистограмму, мы можем использовать функцию HIST из как раз Matplotlib стандартного Plotohist. Дальше мы столбец подаем для того, чтобы назвать график, Plotoshow отобразить. Если мы хотим красивый Barplot, вуаля, он у нас отображается с цветами, но он будет рисоваться при помощи Seaborn. То есть, что хочу сказать, Matplotlib это необходимая библиотека, но она только базовые какие-то штуки в себе хранит. Для всяких красивых, более интерпретируемых графиков у нас используется Seaborn. Так, дальше мы хотим построить вот эту самую зависимость номера группы от рейтинга. Что мы сделаем? Мы создаем переменную src3, которая будет у нас хранить те значения даты, для которых значение столбец 17 групп это пропущенное значение. То есть, у нас мы делаем срез, вот этот вот series, он нам вернет true, где пропущено, false, где не пропущено. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас, как мы с вами раньше заметили, 18 групп столбец не был пропущенным. Это мы сделали, то есть, здесь у нас хранятся только те элементы, которые по вашему потоку данные. Группируем по номеру группы, там, 171, 182 и так далее. Берем медиану для каждого столбца и берем столбец рейтинг. Это для медианы, это для суммы, здесь будет не медиан, а метод сам. Дальше мы создаем два графика, здесь мы передаем сколько у нас будет графиков в длину, по сути, сколько строчек для графиков, две строки, одна, вторая, это сколько столбцов, в данном случае один столбец. Если передали 2, был бы еще график вот здесь, был бы график вот здесь. Дальше размер каждой фигуры и нужно ли им делить ось x. Да, нужно. True. Даем сабтайтл, то есть общее название обоим графикам. И вот здесь вот мы командой fig-ax. Fig это общая фигура, axis это список из отдельных фигур. Соответственно, нулевой фигуре мы вот строим рейтинг сам и подписываем его. Во втором рейтинг median. Подписываем его. Ну вот, можем посмотреть, что у нас получается. Ну, по сумме, вот, например, ваша группа вторая. Это, наверное, круто. По medianе чуть пониже, но это вопрос того, что нам более важно. Евгений написал, что если будете графики делать без подписанных осей или неинтерпретируемые, вы можете попасть вот в этот самый канал в компании HomeWorks. Дальше важная команда, чтобы сохранить табличку, это to.xl, либо to.csv. Если to.csv, соответственно, здесь просто csv напишите. IndexWalls говорит, что индекс нам сохранять не нужно, потому что, ну, помните, у нас индекс был просто порядковый. Так, время 10.9, а на самом деле здесь еще есть несколько интересных моментов. Вот, если... Да, блин. Есть еще несколько интересных вещей, которые хотелось бы рассказать. Если, как бы, на лекцию окей, вот, все равно вся... Ну, вот этот наш семинар будет записан, потом просто эти там 10 минут досмотрите. Если нет, то давайте я чуть-чуть быстренько расскажу. Здесь еще хотелось сделать аналогичный разведочный анализ, только на других данных, данных по такси. Вот здесь коллеги написали 4 стандартные, ну, на самом деле, их намного больше, таких гипотез, которые проверяются, как только вы видите новые данные. В частности, это нет ли пропусков, то есть пропущенных значений, нет ли выбросов, то есть каких-то, ну, неадекватных значений, нет ли повторов в данных одинаковых и нет ли нелогичной информации. Ну, вот там, данные по кредитам мы анализируем, выдали кредит пятеретнему ребенку, это, наверное, не очень правильно. Вот. Загружаем библиотеки, загружаем эту штуку, я эту команду запускать не буду, я это уже сделал. Читаем данные, ну, вот, как я говорил, мы читаем CSV, поэтому просто PD или CSV. На выходе у нас абсолютно такой же объект DataFrame. Он весит много, поэтому он читается уже не так быстро. здесь описание столбцов, выводим, опять же, форму. Теперь мы хотим проверить. Первое, все ли ID-шники вот эти уникальные, действительно ли это уникальный ID поездки. Для этого мы обращаемся к методу N-unique для данной Pandas Series, для данного столбца и говорим, если у нас число уникальных совпадает с длиной таблицы, тогда мы напишем ID из unique, иначе мы напишем ups. Ну, выводим, круто. Окей, можно проверить, что если бы мы взяли какой-нибудь вендор ID, ну, понятно, у которого значения повторяющиеся, и запустили бы нашу команду, то он бы выдал ups, потому что, понятно, число уникальных не совпадает с длиной таблицы. Аналогично для пропущенных значений. Ребята использовали интересный способ. Они для таблицы посчитали число не-нан значений в каждой столбце, а потом взяли минимальные из них. Вот, то есть таким образом они хотят посмотреть, есть ли где-то хотя бы одно пропущенное значение, и посмотрели, равно ли это длине таблицы, опять же, это совпало. Вместо вот этой записи, которая не всегда может быть понятна, наверное, чуть более логично было бы написать train из null sum. То есть мы бы просто просуммировали по каждому столбцу, а потом мы взяли минимально. Ну, видим, что то же самое, у нас пропущенных значений нет ни в одном столбце. Дальше мы хотим посмотреть, действительно ли у нас вот этот столбец store end forward plug имеет два уникальных значения n и u. Для этого мы, опять же, вместо только n unique мы используем метод unique, то есть число уникальных переменных в данном столбце, берем от него set, не знаю, зачем, если мы уже взяли unique, наверное, это можно, в принципе, просто убрать. Дальше мы это подаем вот сюда вот в строчку. Мы как бы пишем здесь вот некую там строку, потом хотим ставить переменную. Для этого используется форматирование строк.format и передаем нашу интересную штуку. Ну, да, если просто не set, у нас выведется вот в таком формате, да, действительно имеет только n и y. Смотрим на типы всех столбцов, окей. Дальше, что мы хотим сделать, да, не окей, извиняюсь, видим, что у нас есть два столбца date time, а мы хотим, чтобы это было время, ну, логично, да, date time формат. Для этого либо можно вот так использовать pd.todaytime применить к данному столбцу, но на самом деле эта операция, она долгая. Если вы будете работать с таблицей, где миллион записей, это там то, что оно в два раза дольше, чем стандартные способы работают, это может сказаться. Вот. Чтобы сделать проще, мы можем сделать следующую операцию. Мы берем данный столбец, к нему применяем, ой, применяем, пардон, мы хотим этот столбец отобразить как тип date time. Для этого мы пишем точка stype и дальше numpy datetime 64. Что советую сделать на досуге, если кому-то будет интересно. В Юпитере есть отличная встроенная такая магическая команда, она называется под названием time. Она скажет, за сколько времени у вас исполнилось ячейка. два значка процента, time, с новой строчки пишите команду. Ну и в принципе может что угодно ячейки писать, он напишет, сколько выполнился ячейка. Он пишет 6 миллисекунд. А если мы используем метод, который нам предложен, pd2daytime, то у нас уже не 6, а 8 миллисекунд. Я говорю, если объем таблицы в 10 раз увеличить, ну или в 100 раз увеличить, будет понятно существенно. Что мы делаем дальше? Мы от каждого из, мы применяем к столбцу daytime. Дальше мы говорим, что мы хотим взять из него атрибут только date, аналогично для другого. Store and fvd flag мы хотим перевести не в n, y, как у нас было, да, мы хотим 0 и 1, то есть проверить, является ли он y. Ну, y это yes, понятно, n это no. Если мы хотим это в числе, мы приравниваем к y, то есть говорим равно y, это нам выдаст pandas-серия, состоящая из boolean объектов true и false, и умножаем на 1, чтобы это было не boolean, а численный тип. Еще один интересный отсюда метод, это map. Если у нас есть значения какие-нибудь, ну, например, вот на примере, ой, повторяюсь сам, если мы хотим, ага, ага, у нас есть два уникальных значения в столбце, ну, например, как-нибудь вот так это выглядит, a, b, a, а мы хотим, чтобы все a у нас интерпретировались как нолик, а все b, как, не знаю, 7. Допустим, мы применяем map, а дальше передаем словарь, в котором говорим все значения с ключом a замени на нолик, все значения с ключом b замени на 7. Вуаля, у нас сработало. Так. Дальше все то же самое, рисуют гистограммку. Теперь, ну, вот, да, на гистограммке видно, что у нас, поскольку у нас есть значение где-то там 1, e, 6, то есть миллионы больше, у нас любая гистограмма будет выглядеть вот так, даже если число b в 100. Ну, понятно, потому что вот здесь концентрирована основная часть, есть какие-то выбросы. Что сделать логично? взять функцию логарифм от 1 плюс наше значение, чтобы у нас были все ненулевые, и они у нас как-то отскалировались. Берем, применяем, вот у нас красивое распределение. Так. Ну, видим, что у нас в основном они где-то здесь от пятерки концентрируются до восьмерки, да, вот мы можем при помощи функции экспонента из как раз пакета NumPy посмотреть, ну, там, вывести значение экспонента от 5, экспонента от 9, выводим, вуаля, вот у нас среднее значение в секундах, но в минутах, понятно, есть на 60, поделить. Что еще из интересного? Да, самая длинная поездка, опять же, от Sirius, берем метод Max, делим на 3 600, чтобы получить часы, и получаем 979, 999 часов на такси, это как-то не круто, да, вот мы выводим это самое наблюдение, стандартным способом, видим, что оно действительно есть, но это не норма, а теперь смотрим и получаем, что у нас куча поездок, где больше 10 часов, и это, ну, 2000 поездок, где больше 10 часов, это тоже какой-то бред, вот, здесь рисуется, как бы, визуализируются координаты, откуда стартуют такие поездки, которые больше 10 часов длится, и видно, что они, ну, примерно концентрированы в каком-то таком интересном участке, вот, не успею сейчас проговорить полностью про весь этот код, если будут вопросы, welcome, пишите, далее, важный момент, здесь коллеги хотели нарисовать это дело на карте, загрузить виджет из айпайтона и визуализировать, но в маке это дело не работает просто так, то есть, вот я пишу вывести, а он мне ничего не выдает, ну, сейчас сделается ячейка, когда пока что ничего не выдает, вот, я сегодня разберусь с этим делом, из-за чего это происходит, вот, напишу всем, потому что, ну, если у меня там на маке такая проблема есть, то, в принципе, она у всех и будет, вот, время две минутки, я чуть-чуть задержался, не успею, рассмотреть функцию HoverSyn, наверное, вы знаете, она стандартно используется для расчета расстояний, вот, советую рассмотреть это самим, наверное, я сделаю так, что я сегодня вечерком запишу вкратце видео, где, вот, оставшиеся ячейки я расскажу, объясню, что в них происходит, вот, единственное, что, вот, буквально одна минутка есть до начала лекции, что хочу сказать, по-моему, вы линейную регрессию не проходили на первой лекции, да, по-моему, она у вас будет как раз сейчас, вот здесь вот, забегая вперед, коллеги решили посмотреть следующую штуку, они решили взять нормальное наблюдение, то есть, где длина, ой, ну, trip duration меньше, чем, там, 7 часов, и решили предсказать длительность поездки, исходя из ее расстояния, то есть, сколько бы, сколько проехали, вот, для этого они взяли, загрузили пакет linear module из Escaler, взяли регрессию reach, ее настроили, и получили значение ошибки, вот, ну, предсказали, понятно, на наборе данных, получили значение ошибки, вот, по-моему, вы это будете уже активно в первом DZ использовать, вот, с меня тогда видосик про вот это дело, потому что, да, я чуть-чуть задержался в начале, это рассказать не успел, плюс я мог что-то подзабыть, если что, напишите в чат, что я еще пообещал скинуть, я вроде помню, там, про порядок столбцов, про, а вот что-то еще и не помню, вот, короче, все, все, что было, напишите, пожалуйста, в чат, вот, видосик будет, все, давайте, уже лекция началась, я тут совсем вас задержал всех, спасибо всем за внимание, пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok